приветствую комрады приветствую youtube мы сегодня выбрались на коп нас четверо все комрады вот там вот я опустился к балочке ниже в общем там а вон отец и там еще два комрада друзья наши в общем получается мы сейчас приехали в такую небольшую посадочку не лесок эта посадочка и тут есть балочки в общем место такое интересное решили это место пробить вот у меня есть первая находка спустя несколько пробок вот этот райчок 1985 года ребята конечно это не то что мы ищем но все равно монетка и все равно это хорошо есть первое вот ищем мы как минимум ранние советы где-то 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 в этой посадочке стояли 4 или 5 домиков в сороковых годах но мы пока их не можем найти вот не знаю даже ребят найдем не найдем ничего если не найдем интересного будем переезжать в лес но здесь ходить хорошо здесь травы мало в лесу сейчас травы гораздо больше вот поэтому здесь ходить довольно таки приятно и комфортно у нас ночью и днем вчера был дождь сегодня пока вроде бы ничего но солнце не видно все заволокло тучами но все комрады копаем все интересное покажу как обычно поехать бабочка еще не проснулась сидит себе не дергается такие места ребят интересные балочки конечно но у нас за час только по одной монете советской больше ничего скорее всего не там эти домики ищем а там кто его знает ну в общем будем на переезжать сейчас потихоньку мы двигаться к машине такие дела ребят он там стойка бегать но жаль на гоупро нет зума так бы было вообще идеальная камера ладно переедем в лесочек как обычно ну вот мы в лесу у нас распогодилось солнце вышло парка парка испарение в лесу конечно обстановка как видите сами абсолютно другая травы полным полно ходить пока еще можно но травы полно не знаю ребят будут находки или нет у нас очень надеюсь что хоть у кого-то будет что-то нормальное что было что вам показать и самим порадоваться и еще один из камрадов мне сегодня подогнал свою находку недавнюю это древний кистень я вам попозже покажу ну вот камрады как и обещал показываю свое новое приобретение находка моего товарища которую он мне перепродал о сумме говорить не буду это не столь важно поговорим о самом предмете это в общем вот такой кистенек вот пока еще точно не могу вам сказать по поводу определения точной датировки кому он принадлежал такой кистень но то что он древний и то что он кочевой это сто процентов вот для габаритов чтобы было понятно могу вам показать его так вот возле спичного коробка вот видите какой он совсем небольшого размера вот такой вот но довольно таки имеет приличный вес для своих габаритов вес на китайских весах сейчас скажу вам 132 грамма но это плюс-минус китайские весы вот так как сам корпус этого кистеня выполнен из оловянистой бронзы а внутри это мы можем видеть по вот этому отверстию попробуем сфокусировать да внутри у нас находится свинец в общем в корпусе из оловянистой бронзы находится свинец поэтому вот это довольно таки мощное мощное оружие ну вот посмотрите исполнение ухо ухо кистеня такое вот массивное крупное чтобы с кожаного ремешка он не слетел при атаке при ударах но хорошая находка симпатичный предмет мне такие вещи очень нравятся поэтому камрад решил продать а я решил купить вот такие вот дела но такая вот хорошая вещь у меня теперь есть в коллекции ребята только прошел первый майский дождик и вот пожалуйста полезли трутовики вот совсем молодые красота на лесной тропинке попалась первая дореформа 20 копеечек 1952 года такая вот монетка забираем продолжаем вот такие лесные дебри такие тут деревья растут старые у меня черный сигнал чик ребята на правильной глубине все как надо в корнях это древнее железо вот смотрите я нашел кончик этого старого ножа сначала я подумал что это наконечник и уже было обрадовался но нет это ножик плотно сидит поэтому надо немножко здесь подкопнуть подкопнем не проблема я с такой штыковой лопатой мой фискарек пока что пока что на отдыхе так как сломалась рукоять так люблю древнее железо ножи и наконечники а еще больше топоры ох но это хороший экземплярчик это довольно таки крупный хазарский кочевой нож с такими размерами возможно даже боевой запоясной я вам скажу это отличная находка неудобно будет продаю носить в кармане так как рюкзак и с собой не взял жарко ребят жарко надо было одеться полегче но находка есть это древнее железо наконец-то ребята у меня монетка до этого был диссюрик 1961 года а теперь до реформа 1957 год и копеечки ну хоть так хоть так очень мало находок очень мало правильных сигналов в основном мусор ну что же комрады мы наш коп сегодняшний заканчиваем конечно времени у нас еще есть на покопать но что-то все устали травы много будем наверное ехать по домам вот у товарищей вот такие находки это одного комрада а это другого но в принципе до после реформа единственное что попалась вот такая вот двадцатка 1907 года но она к сожалению сильно подзатертая так бы монетка была бы довольно таки приятная вот сейчас поближе покажу советики посмотрите комары грызут нещадно меня вот и копейки 1928 года у нас отцом поскромнее вот мои находочки вот отца у него самая ранняя трешка 1940 года но меня сегодня порадовал только этот крупный хазарский нож думаю боевой запаясь но и риса и дачный вот такие дела такой коп в принципе по высокой траве нормально не густо но и не пусто кому понравилось ребята ставим лайки подписываемся на канал до новых встреч пока приветствую комрады приветствую youtube вон отец вон один комрад и вон он второй комрад приехали мы на машине у нас сегодня в планах разведать одно местечко монетки здесь до реформа должна быть и после реформа должна быть в общем место это недалеко здесь находился пионерлагерь находки вы сами должны понимать какие у нас должны быть по крайней мере но все ищем копаем что интересно будет покажу у нас утро время еще ранее у нас времени полно для копа приступаем фух комрады первая монета 2 копейки 1967 года сейчас ямку зарубь спустя знаете сколько шмурдяков пробок в основном сейчас я покажу вам подождите тихонько все тихонечко тихонько оси так вот ребята да вот так вот разные тут не розовенькие и голубенькие беленькие серебристые красненькие о такие пробочки о красота какая ёшкин кот остатки ложки остатки ложки вот такая штука но это какая-то медная хреновинка такая штуковинка тоже хрень какая-то и в общем то и в общем то вот так вот ребят одна монетка и вот такой вот вот такое количество шмурдяка да или тут сильно покопано или здесь просто только пили а монеты не теряли вовсе переехали мы на другое место возле старого пионерского лагеря толком ничего не нашли по пару монеток советских у меня пуговичка немецкая и в принципе все куча куча пробок приехали мы другие балочки тут такие интересные водопады каскады но прям красота вон там ниже ставок вот у меня за спиной еще ставочек машину оставили вон вот там вот на той стороне тут балки балки такие интересные будем двигаться в ту сторону будем тут пытаться что-нибудь найти а тут я смотрю такие берега глиняные тут можно и раков половить возможно интересно интересно ладно будем искать что интересное будет включимся первая находка на новом месте 3 копейки 1946 года иду вдоль речушки вот такая тут она бурная такие места красивая попробуем попробуем бабочки пообследовать полянки тут принципе травы не очень много это радует нашел монетку ребят трешка 1940 года это уже приятно это уже интересно и дупал такой вот лесной тропинке она уже очень сильно заросшая места для нас незнакомые ходить здесь тяжело не знаешь куда лучше пойти в каком направлении как лучше сориентироваться но как то так разведываю новые места по вот такой высокой траве ну что ж ребята мы переехали на третье место уже за сегодня и наконец-то наконец-то выстрелила одного из комрадов выстрела такая находка и муха ляньте сидит как вот здрасте давай лети о улетела смотрите под деревом две серьги одна серьга с ушком другая без проба там стоит вроде как я рассмотрел 875 но вот вам сейчас должно быть видно на макросъемке да там еще штамп завода смотрите какая красивенная висюлька ну просто блин зачетнейшая а ну-ка так причем причем одна с утратой причем ребят смотрите камушки в самой серге и вот в этих висюльках тоже камушки малюсенькие но может быть потом уже когда будем снимать сегодняшний итоговый результат мы немножко их аккуратненько сполоснем но я скажу вам вещь классная находка очень очень красивое изделие поздравляем классно попалась мне колечко ребят на лесной обочине такое вот не медная скорее всего низкопробное серебро женская маленькая тоненькая легенькая все равно находка приятная вот лесная дорога я вдоль нее иду ну у меня там еще по находкам кое-что попадалось сейчас покажу вам то в общем такой крупный гвоздь это медная проволока в принципе шмурдяк еще шмурдячок так ну так какой-то конденсатор наверное а мне попался ребят вот такой контакт медный с таким с такой серебряной вставкой смотрите реально серебришка это серебро самое настоящее наверно проба здесь даже выше чем на этом кольце так ну пробка свинец ключик вот такая вот монетка троечок 1954 года так это все на этом новом месте и двушечка ранее по моему 28 года такая залипшая ну и все здесь пока ну в общем хоть что-то попадается есть серебро нормально мы уже в парке ребята это уже четвертое место за сегодня мы все не можем успокоиться в общем зашли в этот парк ну такой знаете в таком запущении уже заросший ну хотя лавочки вот лавочки красят зашли в парке сходу поднял 2 копейки 24 года потом покажу и поэтому решили искать там памятник шахтеру стоит он нам сейчас спиной находится вот вот все в деле ребята все в деле пытаются что-нибудь найти интересного нам он он памятник пока нас никто не нагнал хотя вполне может быть что и нагонят пока не нагнали мы копаем ямки за собой зарываем поэтому страшного ничего не делаем абсолютно прошлись по парку вышли за его пределы у меня первая находка вот такая чудная пятнашка 1925 года ребята сохран тут конечно просто песня смотрите ай какая монетка ну все и доволен двушка 24 пятнашка 25 уже не зря фух ну все комрады мы наш коп сегодняшний закончили вот пожалуйста наш итог на двух лопатах это находки комрадов одного комрада другого комрада а здесь у нас все в перемешку с отцом короче говоря вот такой батя нашел ножичек хазарский старенький древненький вот столько по находилось на стрела в общем гильзачи вот такой значок дружинник поднял я буквально уже под самый конец из хорошего из монеты когда пятнашечка 1925 это двушечка 24 года троечок сорокового ну а так тут в принципе в принципе еще двушка по моему двадцать восьмого там и штуком не дотерли и вот дальше 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 колечко какое-то низкопробное серебро старый ржавый ключик ну как то так что то есть в рюкзаке полным полно пробок я там их собирал вот сегодня практически все которые копнул дальше ну вот у комрада шикарные шикарные просто эти серьги брин такая красота ребят наверняка это рубинчики и вот они вот здесь тоже рубинчики вот ну красивое изделие такое вообще очень понравилось и главное что обе потеряны только одна вот сломленным ушком очень жаль так бы было бы полный комплект советики до послереформенные то читовички вот такие вот два симпатичных 31 33 год так ну и во второго комрада тоже монетки в ассортименте и под конец выскочила ребята вот такая вот красота сейчас попробую снять вам чтобы вам было хорошо видно это небольшой но раритет 3 копейки 1927 года а такая приятная монетка и в принципе так очень довольно таки хорошего сохранно да немножечко потерто но это несущественно вот если бы она была конечно убитой тогда было бы жалко а так монетка денег стоит да чистая раковин нету монеточка чистая просто отличная в общем есть есть белончики 24 год есть двадцать седьмой год есть классные серьги есть значок ну неплохо ребят неплохо можно было получше но по траве в межсезонье это я вам скажу результат результат нормальный ну все ребят кому видео понравилось ставим лайки подписываемся на канал до новых встреч пока